Мемориальный комплекс в честь героев Кировчана открылся на площади Кирова в Самаре. На стене размещены фотографии девяти героев Советского Союза, двух полных кавалеров Ордена Трудовой славы шести героев социалистического труда. Главным архитектором проекта стала Ольга Трофимова. Стену героев Кировчан открывают самарские кадеты. На мемориале изображены два десятка портретов. Среди них и герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области и Самары Владимир Иванович Чудайкин. Признается, оказаться в ряду героев района почетно, но нельзя забывать и о других людях, которые защищали нашу Родину в годы войны. Это великая победа. И вот сегодня открытие вот этого мемориала Кировского района еще раз напомнит нам о том, что была такая страшная стратегическая война, ведь погибли около 30 миллионов нашего населения. Мемориал на площади Кирова уже второе архитектурное сооружение, которое в год юбилея Победы появилось в районе. Триумфальную арку открыли на проспекте Пионеров в преддверии 9 мая. Еще один памятник появится летом в парке Родина. Открытие таких мемориальных комплексов позволяет, мне кажется, воедино связать нашу историю, наше настоящее время и наше будущее. Мы вместе с вами должны быть устремлены на то, чтобы как можно быстрее наш город развивался, люди, которые проживали в городе, были счастливы, а это невозможно без памяти. Хочу еще раз искренне поблагодарить наших героев, людей, которые отстаивали великую победу, людей, которые ковали в тылу эту победу, людей, которые сегодня продолжают и развивают мощь нашего государства, мощь города Самары и Самарской области. Самым важным для нашего города является и историческая память, и наши работающие предприятия. Очень важно иметь такие символы. После торжественного открытия стены героев Кировчан почетные гости собрались во Дворце культуры имени Литвинова. Глава администрации Самара Олег Фурсов отметил, городские власти прикладывают все усилия, чтобы Кировский район Самары преобразился. Здесь уже проведена большая работа. С площади исчезли киоски. В течение месячника по благоустройству совместными усилиями с предприятиями и жителями удалось благоустроить территорию. На этом работа не остановится. В планах привести в порядок фасады зданий и памятники архитектуры. Марина Кравцова, Лариса Шалафаст, Павел Просняков. События. Ко дню города в Советском районе Самары возродят дом культуры «Заря». Сейчас в здании работают реставраторы. Ход работ проверила специальная комиссия. Остались ли довольны, расскажет Марина Матвейшина. На полу сияет новенький паркет. На стенах отреставрированная лепнина. Таким зал в ДК «Заря» не помнит даже его сторожила. Звуковое и световое оборудование уже начали менять. Сейчас дело за преображением потолка. Лючки сейчас Дарья Михайловна снимает. Они приведены в порядок. Клафоны, покрашены. Все это есть. Сейчас ему надо мелкие детали. Ну как? Отлично. Зад просто очень красиво. Оценить вход реставрации дома культуры «Заря» приехал первый вице-мэр Виктор Кудряшов. Работы здесь ведутся уже два года. Профессиональные реставраторы восстанавливают исторический вид здания. Клуб «Заря» был построен в военные годы. С тех пор он пережил всего один ремонт, который к тому же скрыл все прелести здания. Фасад был испорчен, как и внутренняя отделка. А между тем ДК пользуется огромной популярностью среди горожан. Здесь множество детских кружков, есть занятия и для пенсионеров. Для советского района, конечно, появление вот такого дома культуры, возрождение его работы – это очень большое событие. И я думаю, что вот к празднику, к дню города мы порадуем этим горожанам. Территория вокруг дома культуры также преобразится. Тротуар выложат плиткой, разобьют газоны, поставят ограждение от автомобилей. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Благоустройство дворов, ремонт дорог, платы за капремонт и борьба с пятийными заведениями – круг вопрос для обсуждения на общественных слушаниях в микрорайоне Металлург оказался широк. Активные жители вместе с общественными советами твердо намерены превратить свой микрорайон в образцовый. Дворы и дороги – тема, волнующая многих жителей микрорайона Металлург. Детские площадки здесь постепенно приводят в порядок. Семь уже отремонтировали по программе «Двор, в котором мы живем». Еще две построят этим летом. Жители 52-го дома по Республиканской жалуются. Двор благоустроили, а яму на дороге так и не залатали. Это внутри квартальная дорога. А у нас, ну там яма, у нас там вода накапливается. Но дело в том, что контейнерную площадку сделали, детскую сделали, а внутри квартальную дорогу. Беседа на слушаниях проекта на связи с губернатором получилась оживленная. Жители собрались активны, радеют за Металлург. Хоть он и отдален от центра города, выглядеть должен ничуть не хуже. А жить здесь должно быть комфортно. Еще одна проблема – нехватка парковок. Помогать в решении вопросов будет общественный совет микрорайона. Сегодня много проблемных вопросов, которые касаются непосредственно благоустройства дворов о парковках машин. Об этом говорили сегодня здесь уже мы с вами. Это большая проблема, и нам предстоит очень многое сделать, чтобы навести порядок в этом вопросе, где возможно расширить парковочные места, а где возможно поставить заборы и применять нарушителям парковочных моментов более жесткие меры. На общественных слушаниях жители подняли и тему ЖКХ, и капремонта домов. Особенно остро звучал вопрос о магазинчиках и ларьках, торгующих алкоголем. Хотя такие нелегальные киоски закрывают, периодически появляются новые. В одном месте закрыли, в другом открыли. В 7-8 утра у нас на лавочках сидят выпивохи. Жители считают, полицейских на улицах микрорайона должно быть больше, патрулирование регулярней. За поддержкой идут в общественный совет. Именно он будет помогать жителям решать насущные проблемы и организовать взаимодействие с органами власти и ведомствами. Все предложения, прозвучавшие на общественных слушаниях, лягут в основу плана работы на ближайшее время. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Тем временем в столице региона продолжается спил аварийных деревьев и опиловка сухих веток, чтобы ходить по улицам города было безопаснее, эту работу необходимо закончить как можно быстрее. Сухие деревья пилят и в поселке Шмидта, там, где подсказывают активные горожане. По просьбе жителей в поселке Шмидта началась полномасштабная опиловка деревьев. Сухие ветки и подгнившие стволы представляют немалую опасность, особенно во время сильного ветра. Зачастую даже сами жители своими силами стараются эти угрозы удалить. Но вот когда администрация помогает администрации, это очень большое дело. Если на этом не остановимся, это будет хорошо. Активных жителей здесь всегда ставят в пример. В поселке несколько десятков адресов, где вмешательство профессионалов просто необходимо. Жители обратились к депутату по своему округу Александру Фетисову, который сразу же оказал всестороннюю поддержку. А пилку веток здесь ведет муниципальное предприятие благоустройства. Я работала председателем здесь 7 лет. И все 7 лет Александр Борисович оказывал огромную помощь здесь. И мероприятия проводили, и деревья мы пилили также благодаря ему. В общем, у нас очень тесные отношения и с администрацией тоже в том числе. Одними из первых аварийные деревья и сухие ветки в поселке Шмидта ликвидировали на улицах Неверва, Мостовой и Паровозной. Участки для дальнейших работ подбирают жители вместе с председателем Общественного совета микрорайона. От них во многом зависит чистота и порядок на улицах поселка. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Аварийные ветви старых, 40-летних деревьев спиливают и во дворах на Ставропольской. Особенно обращают внимание на тополя. Пух кому-то досаждает аллергией, он же может стать причиной пожаров. Три тополя на Ставропольской 112. Головная боль местных жителей. Была. Теперь опасений, что огромная ветка от ветра рухнет на крышу дома или во двор – нет. На просьбу жителей администрация промышленного района Самары отреагировала оперативно. Во-первых, они мешают, потому что очень много пуха. Это и пожар, и дышать, и аллергия у многих. Пуховые деревья, они везде все мешают. Раньше их спилили под корень, а сейчас решили принять решение опиловку веток сделать, оставить там на уровне второго этажа стволы, пусть они стоят все некрепкие. Не теория. В действии практика малых дел. 30-метровые деревья под натиском бензопилы легко скидывают тяжелые ветви, которые увезут на специальный полигон. По времени опилка занимает не больше двух часов. Жители благодарны. Главное – лишнего не спилить, шутят в зеленхозе. У тополя очень большой кислородообмен идет, потому их и убирать нежелательно с одной стороны. Крона большая, листьев много, и большой кислородообмен идет. В квартале 17 двухэтажных домов. В каждом дворике старые сараи, нет детских площадок, а главное – продуктового магазина, говорят жители. Предлагают оборудовать нерабочую котельную. Такую заявку они также подали в администрацию и теперь ждут ответа. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Управлять сложной системой, будь то завод, космическое предприятие или больница, однозначно непросто. Делиться оптом в этой сфере будут на международной конференции проблемы управления и моделирования в сложных системах, которая пройдет в Самаре с 22 по 25 июня. Один из участников – Самарская городская клиническая поликлиника номер 15. Технологические инновации для них – обычное дело. Готовы? Так, раздыхаем. Да. И трубочку в рот, да. Резко. Да. Проверить функцию дыхания и сразу получить результат исследования, не отправляя пациента в специальную лабораторию. Большое преимущество 15-й поликлиники – запланировать работу на месяц вперед. Я могу уже в начале, допустим, месяца июня распечатать, подготовить себе списки тех людей, которые у меня спланированы на июнь месяц сюда к нам на очередной диспансерный осмотр. Я уже могу все подготовить, то есть я уже могу отследить по истории болезни, что мне нужно этому пациенту, там анализ крови, анализ мокроты, или там какие-то там флюорографические обследования, я уже все это распланировала. В регистратуре 15-й поликлиники, как ни странно, оврало, нет. Как, впрочем, и в коридорах, люди не сидят друг на друге. Все потому, что электронная система записи на прием позволяет четко соблюдать график, и пациенты приходят строго ко времени. Также многим пациентам нет необходимости записываться к врачу. Часть услуг оказывают медицинские сестры. Вся информация вносится в электронную амбулаторную карту. Возможности применения этих данных в больнице называют своим ноу-хау. Такая обширная база данных состояния здоровья, она позволяет решать нам еще одну проблему. Вопросы прогнозирования развития патологии у детей, которые рождаются вот здесь тоже на территории обслуживания нашей поликлиники. Самарская городская клиническая поликлиника номер 15 будет принимать участие в грядущей 17-й международной конференции как первопроходца в сфере медицины. Проблемы управления и моделирования в сложной системе – их конек. Переведя всю работу в электронный формат и избавившись от макулатуры, руководство трудится над созданием личного кабинета пациента, где человек сможет сам видеть свою историю болезней, результаты обследования и анализов. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Первое место в Приволжском федеральном округе по оказанию услуг населению. С таким результатом сотрудники областного управления федеральной миграционной службы встречают свой профессиональный праздник. Федеральная миграционная служба России была создана в один из нелегких в истории страны периодов. Распад Советского Союза, когда в Россию буквально хлынули тысячи беженцев и вынужденных переселенцев, жители бывших республик СССР. И в этот период как раз он, я считаю, был наиболее сложным. В этот период были отработаны первые законодательные акты, которые позволили цивилизованно в короткие сроки решать проблемы граждан. Сейчас не 90-е и работать стало проще. Анна Беспалова носит форму сотрудника ФМС уже более трех лет и, как выяснилось, недаром. За это время старший лейтенант успела побывать в нескольких командировках и проявить себя как ответственный сотрудник. Сегодня ее и ее коллег, отличившихся в службе, поощрили медалями и грамотами. Работа действительно интересная, работа связанная с людьми, с общением, с взаимодействием. Это действительно очень интересно. Работа сложная, но мне очень нравится. Работы действительно хватает. Осуществление регистрационного учета граждан, оформление, выдача паспортов. В 64 структурных подразделениях областного управления ФМС эти услуги оказывают более 800 сотрудников. У нас есть очень много положительной работы по многим направлениям. Прежде всего, конечно, по оказанию услуг населению. И я могу сказать, что порядка двух миллионов услуг мы оказали за прошлый год. Это первое место в Приворском федеральном округе. Есть интерес в Самарской области. Немалый приток, в принципе, иностранной рабочей силы. Только за пять месяцев этого года областным УФМС оформлено более 20 тысяч патентов на работу для иностранных граждан. Вместе с этим число нелегалов, находящихся в Самарской области, уменьшилось в разы. С ними разговор короткий. Штраф и выдворение за пределы России сроком от трех до десяти лет. Благодаря скоординированной работе всех подразделений в областной бюджет в прошлом году было перечислено порядка 170 миллионов рублей. Павел Баймаков, Константин Головин. События. И кто сказал мяу, в Самарском зоопарке пополнение леопард Фелиция порадовала сотрудников два котенка, девочка и мальчик появились на свет в День мира и труда, 1 мая. Сегодня их впервые вывели на прогулку. Как чувствуют себя малыши и мамы, расскажет Мариана Мирная. Женщина с характером. Так про леопарда Фелицию говорят в Самарском зоопарке. Появление людей с камерами большую кошку не обрадовало. Во время съемок, защищая свое потомство, хищница пыталась закрыть новорожденных котят с собой. Конечно, это материнский инстинкт. И поэтому она очень хорошая мать, она очень о них заботится, она никогда их не обидит и всегда очень к ним добра. Она их вылизывает, оботится, они выходят, она их заносит обратно. То есть, очень хорошая самка, нам с ней очень повезло. Пополнению в Самарском зоопарке несказанно рады. Дальневосточного леопарда на воле осталось всего около 60 особей. Размножаться они могут далеко не в каждом зоопарке. В Самарском такие условия есть. За процессом рождения этих малышей сотрудники зоопарка следили по видеокамерам, установленным в клетке. Котята родились примерно по полкило каждой. И сегодня у них первый выход в свет. Друзья, это Сергей. Ему, только ему можно трогать этих котят для их же безопасности, потому что они должны сохранять свой собственный запах. Сергей, насколько вам легко удалось вытащить котенка из клетки, потому что мы видели, что мама очень агрессивна. Ну, мама не хотела, конечно, отходить от них. Но мы ее перехитрили и перекрыли в соседней клетке. Ну и потом зашли и забрали одного котенка. У котят потрясающие голубые глазки. Они сохранятся или поменяют свой цвет? Ну, у кого-то меняется. Но в основном у них голубоватым оттенком. То есть, либо светлее, либо чуть помутнее станут. Главное для маленьких леопардов сейчас – расти и развиваться. В этом поможет хорошее питание и забота. Когда они перестанут быть привязаны к маме, им будут искать новый дом. Маленьких леопардов увезут в другой зоопарк. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. 12 июня Самара с размахом отметят государственный праздник – День России. Праздничные программы пройдут во всех районах города. Главные торжества – развернуться на площади Куйбышева в 3 часа дня. Здесь будет работать город мастеров, национально-культурная, спортивная площадки. В 6 вечера начнется праздничный концерт с участием Кобзона, Валерии и группы Ария. Кульминацией праздника станет фейерверк. В связи с празднованием Дня России 12 июня в районе площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка. Вход на площадь будет открыт со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, наш телеканал расширяет зону своего вещания. Настройте Самара ГИС в кабельной и цифровой сети «Волга Газ Телеком». Смотрите нас онлайн на сайте самар.тв через специальное бесплатное приложение для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на самаргиз.ру. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В июне недельная инфляция в России опустилась до нуля, сообщает Росстат. В последний раз она достигала такой отметки в начале августа прошлого года на фоне сезонного снижения цен на плодо-овощную продукцию. Годовая инфляция замедлилась до 15,7%. За прошедшую неделю цены на конфеты, глазированные шоколадом, выросли на половину процента. Маргарин, соль, карамель и чай подорожали на 0,3%. В то же время яйца подешевели на 1,4%. Свинина, баранина, молоко, сыры, сахар, макаронные и крупные изделия на 0,4%. Снижение цен на плодо-овощную продукцию в среднем составило 2,2%. Цены на бензин выросли на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 0,1%. Центробанк России ожидает по итогам года инфляцию на уровне 12-14%. Прогноз Минэкономразвития – 11,6%. Если у предприятия накопилась трехмесячная непогашенная задолженность по зарплате, его работники вправе обратиться в суд с требованием о признании работодателя-должника банкротом, а затем представитель отработников вправе участвовать в собрании кредиторов. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума. При этом депутаты не поддержали предложение профильного думского комитета о собственности предоставить госгарантии по выплатам долгов по зарплате на случай, если при ликвидации бизнеса средств на кредиторов второй очереди не хватит. Авиабилеты на международные рейсы подорожали 10 июня. Рост составил от 6% до 8,6%. Об этом заявляет Международная ассоциация воздушного транспорта. Стоимость авиабилетов с 2006 года привязана к курсу рубля к евро и доллару, округленному до 50 копеек в большую сторону. Ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам. На основе этого курса определяется цена на авиабилеты на международные рейсы. Российский фондовый рынок открылся нейтрально. Индекс ММВБ находится на отметке 1651 пункт. Среди лидеров роста – полюс золота, башнефть, акрон, мвидио, НЛРоссия и группа ПИК. Аутсайдеры – РДР, Русала, Ростелеком, Роснефть, ВТБ и Новотек. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день повышением. Подъем котировок отдельных бумаг поддерживался корпоративными новостями. Азия торгуется в плюсе. Сегодняшний день – последний перед праздниками в России, поэтому сильной активности на рынках не ожидается. Курс доллара на 11 июня – 54,82 рубля, курс евро – 62,20 рубля, золото стоит 2 090 рублей за грамм, серебро стоит 28,43 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 66,30 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах и хороших праздников. Московскую регату по академической гребле. Всероссийские соревнования проходили в 54-й раз и собрали на старте более 300 атлетов. В результате гонок Анастасия Гришанова выиграла две медали – золотую и серебряную. Чемпионкой Гришанова стала в двойке на классической дистанции 2000 метров. А уже в четверке самарский экипаж дополнили Казань, Екатеринбург и Краснодар. Анастасия пришла второй. Мегалада в июне проведет три гонки по спидвею на домашней арене. В Тольятти 18-го числа пронесется этап командного чемпионата России. Приедет Восток из Владивостока. Это будет ключевой поединок сезона, который окажет прямое влияние на розыгрыш медали чемпионата. И покажет, смогут ли автозаводцы отставить звание чемпиона страны и завоевать этот титул в 15-й раз. Это среди взрослых. Юниоры определяют чемпиона страны 23 июня. Кубок России среди пар будет разыгран 30-го числа. В пятницу 12 июня в Самаре пройдет чемпионат области по уличному баскетболу от 16 и старше. Соревнования трехтуровые. По итогам каждого командам начисляют очки. За первое место 8, за восьмое одно. Далее по нулям. Чемпионом Самарской области по стритболу станет команда, набравшая наибольшую сумму баллов после трех этапов. Первый тур стартует в пятницу на площади Куйбышева. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин